ну вот так выглядит наш диагностический центр вблизи это вот то самое какое-то судебное здание что там написано там написано областной суд я вижу да я уже запамятовал совсем ну да серьезная организация ой вот так вот между находимся между вот тюрьмой и кладбищем да получается как вблизи весь этот комплекс выглядит ну расскажу что меня сюда занесло ну в общем я думал стоит ли мне заниматься какими-то подобными интимными публикациями потом подумал да нет наверное это интересно это же мой опыт в конце концов мой опыт интересен всем интернет и youtube в данном случае видео это мой дневник мой архив я и помирать буду буду публикации делать это будет наверное даже кому-то и интересно ну судя по всему помирать может быть даже придется скоро так что как это было юлиуса футчика была такая статья репортаж с петлей на шее да так по-моему ну ладно у меня все не так трагично хотя вы знаете когда там 13 лет назад я тоже ходил веселый улыбался ну да рука не имеет не имеет не имеет не имеет нога не имеет не имеет а потом когда вот сделал мрт вот как сегодня оказалось что надо срочно срочно делать операцию по удалению опухоли спинного мозга и что мне там месяц оставалось жить по сути дела но я об этом уже рассказывал сегодня тоже сделал мрт тоже с теми же можно сказать симптомами завтра будет диагноз и мне скажут надо мне снова эту операцию делать не надо другую а может быть просто это какие-то у меня такие фантомные воспоминания ладно вот рассказал поделился теперь будете переживать за меня да ладно все равно рано или поздно помру не через год так через три но явно не через десять гораздо раньше судя по всему это вот судя по статистике я не напрашиваюсь на комплименты не напрашиваюсь на то чтобы мне говорили мол нет олег владимирович там тут это вы будете жить до 90 не надо давайте будем реалистами я реалист спокойно к этому отношусь более того меня например вот эта вся ситуация и вот это вот вся как бы сказать так моя ну в данном случае атеистическое понимание смерти она меня только стимулирует ведь она же меня заставляет отработать может быть даже излишне я не могу никак успокоиться все время думаю 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 что я так много не успел так много не успел и вот сегодня завтра я узнаю этот результат да и жизнь как-то немножко поменяется или мне еще дадут там какой-то срок и тогда можно будет расслабиться что ли получается нет нельзя либо наоборот скажу тут надо ложиться на операцию операция это как известно очень-очень неопределенная вот и чем все кончится и ощущение вот тогда у меня когда это было так ну да 13 лет назад ощущение было ну знаете такое было большой большой обиды что я ничего не успел сделать сегодня вот это ощущение у меня тоже присутствует но сейчас пойдем порисуем все равно обидно что зараза вдруг если заболею вдруг если операция вдруг если что не смогу гулять не смогу рисовать обидно ну ладно придумаю еще чего-нибудь пока буду шевелиться а когда уже перестану шевелиться ну тоже надо будет что-то придумывать вот такие мысли между как я говорю сумой и чем там тюрьмой нет между тюрьмой и сумой короче между вот тюрьмой и и могилы можно сказать диагностический центр диагностический центр я помню с каким вышел убитым настроением когда мне поставили диагноз опухоли спинного мозга и необходимости делать операцию я вот теперь понимаю это ведь вот это вот место решает где решаются судьбы сюда приходят люди а выходит отсюда уже мягко говоря другие люди вот такая философия а вот там я покажу и сделаю сейчас антирекламу там видите за фонарем беленькая якобы вывеска я не буду называть ни имя ни фамилии не вывеску ничего кому надо догадается и тем не менее я считаю имею право рассказать и сделать вот такую антирекламу этому делу не знаю насколько это этично но мне всегда была мне всегда претила я сын врача мне всегда претила это платная медицина платные услуги я считаю что государство конечно советское государство в этом отношении было лучше может быть там медицина не было такого высокого уровня да ерунда нормальная была медицина ну там потом где-то нас перегнали и так далее но как только деньги куда-то залазят в медицину и в искусство все это крах к сожалению ну вот и то же самое с тем местом а которым который у меня за спиной я туда ходил и буквально тогда 13 лет назад когда мне еще не было диагноза но я очень плохо себя чувствовал я ходил по поликлиникам в поликлиниках меня мурыжили полгода мурыжили до тех пор пока до осени не дотянули и уже в частном порядке можно сказать мне знакомый врач поставил правильный диагноз а до тех пор мне что только не ставили какие мне только там ерунду не приписывали не прописывали от от спиной грыжи там аж 2 было примерно остеохондроз и еще там куча всяких 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 якобы болезней которые как потом оказалось совершенно не неправильные вот и вот под эту сурдинку так сказать меня даже отправили вот к этому врачу частнику как это мануальная терапия но ману а мануальная ну известная вся вот эта китайская ерунда но я не знаю может она не ерунда другое дело что на мне это было ерундой потому что толком так и не получив диагноз и не догадавшись даже отправить меня на мрт вот собственно единственное что правильно ставит а стоит недорого да мне бы тогда если бы сразу сказали что надо мрт сделать я может раньше бы все это узнал а то меня то рентген то узи то еще что то и но это наша вот это вот наша платная бесплатная медицина уже уже не советская а уже вот это вот как капиталистическая и меня вот гоняли гоняли футболили футболили до футболили до того что я уже ходить не мог опухоль расрала и росла и они не могли увидеть но помимо прочего меня отправили к этому мануальному как это называется не знаю как он доктор не доктор вам как бы даже кандидат наук вроде бы тогда известный товарищ ну хорошо может кому-то он и помог но я когда туда ходил мне вместо того чтобы меня оттуда выпнуть на операцию потому что опухоль опухоль под она была как вот как яйцо это перепелиная да на на этом самом на снимке а он взялся мне шею править вот ведь чем дело да не за малые деньги он крутил мою шею вертел там что-то растягивал придумывал какие-то какие-то там гильотину какую-то или еще черт знает что я туда ходил целый месяц отнес последние деньги вы знаете я хотя и не очень верю во все эти дела но тем не менее есть надежда и вот эта надежда питает всех прохиндеев вот это последняя надежда больных людей она питает всех прохиндеев и конечно когда уже не знаешь куда пойти то думаешь ну а вдруг ну а вдруг и хотя внутренне не веришь но идешь я отходил и смотрел чем он не делает вот зачем он мне это делает зачем ну зачем мне раз а у меня на душе растягивать и заставлял меня что там крутить вертеть там иголки нет но весь комплекс чтобы деньги вытянуть из человека он мне прописал весь комплекс там иголки там какие-то ну много там всякой фигни я сидел там что-то вот так вот что меня тянуло все потом то мы не даже врачи объяснили до что вот при опухоли позвоночника растягивать шею это просто ну угробить человека вот что делал мне вот этот товарищ который вот кабинет у которого за спиной это факт не знаю обидится не обидится да нет скорее всего надо предупредить других людей будьте бдительны когда вот идете к этим вот всем платным докторам деньги у меня тогда вытянул последний и сделал только хуже вот и все ну ладно завтра примерно в это же время я пойду узнавать заключение может быть поделюсь а может быть не поделюсь не знаю а сейчас у меня целые сутки здорового человека можно сказать мне еще не поставили диагноз что у меня очередной раз опухоль какая-нибудь или какая-нибудь ерунда вот и я на эти на этих правах буду сейчас гулять а уж завтра когда скажут буду либо гулять вдвойне либо буду как это русские говорят собраваться ну по крайней мере на операцию хотя кто мне будет делать операцию в 70 лет с моими диагнозами сердечные вот недостаточности и ишемической болезнью одновременно сердечная недостаточность тишине гипертония и вообще еще там куча всего и ничего так что не надо меня уговаривать чтобы я прожил долго я согласен меня уговорить не надо я готов но статистика есть статистика ладно ладно сегодня то однако позитив давайте походим посмотрим что вокруг да я хотел порисовать идем прямо по направлению квасу как вы думаете называется колчаковский так немного немало колчак наверное счастлив или наоборот в гробу переворачивается адмирал сверховный главнокомандующий и правитель россии также люди не не любят когда их снимают то господи женщина которая сидит за этой бочкой она на меня как на врага посмотрела совесть не чисто вот одно могу сказать люди которые реагируют так нервные у них совесть не чисто но мы вернулись на прежнее место буду рисовать вот это вот да наш арьяный охранник мне было неудобно снимать потому что он так бдительно бдит что он оглядывается ходит озирается и увидел бы что я его снимаю и конечно это вызвало бы у него нарекания мне не хочется тратить нервы и спорить с ним так вот он сейчас подходил вот к этой девушке с этой девочкой они вот сидят видите на краю фонтанчика так спокойненько отдыхают подошел сделал выговор сказал уйти ну вот они стали ушли а он а он тоже ушел вот вообще вся эта фантасмагория вокруг этого самого фонтана она вообще абсолютно дебильная вот он ходит гоняется за этими двумя девчонками две девчонки здесь играют ну и пусть играют да ну человек исполняет обязанности я думаю чем к ним пристает а они вот вдоль этого бордюра ходит и иногда на него заходят и бегают по нему непорядок согласен я согласен но видите тут тройная защита до двойная вот одни недоумки при власти которые при горкомхозе изуродовали фонтан вот этой вот своей вот желтый желтушек ну надо же вот кто-то старался я знаю я сам делал кстати говоря нечто подобное вот такие монументы конкурсы делал кто-то разрабатывает фонтаны да а дебилы которые но совсем как я не знаю не имеет никакого видимо отношения к этому они это портят вы понимаете что они портят это они просто издеваются над всем что делают архитекторы и а кстати вот наш товарищ видите вот он он как этот самый увидел этих двух девчонок видите и тут же тут же сделал стойку все погнался за ними ну молодец нет я молодец заработал вот он видите он их увидел и они от него уже почти убегают молодец заработал медаль товарищ или по крайней мере сегодня себе заработал премию так это вот плюс к этому категорически запрещается ходить категорически запрещено ну ладно все понятно все понятно какого черта здесь и живой охранник и вот эта табличка которая испортила напрочь ну я как архитектор как дизайнер заявляю что вот этот дизайн вот который мы сейчас наблюдаем это какое-то уродство это какое-то но эстетическое нарушение в конце концов наказывать надо вот наказывать надо не тех кто по фонтану бегает а те кто портит фонтан как ахара а оберегать фонтан ну я не знаю одну действительно он человек бегает за девчонками и каждой девчонке делает выговор ну может быть так и надо вот он ходит в общем-то охраняет действительно фонтан действительно он вокруг ходит и всех изгоняет вот видите он действительно товарищ очень рьяно исполняет может быть так и надо конце концов я всегда говорил что пусть в общественных местах будет охрана я в общем-то против этого товарища вот ничего особенно так и сказать то не могу но он просто он слишком уфирьяно исполняет отрабатывает так бедных девчонок запугал они от него а они с ним играют они вокруг фонтана бегают а он за ними ходит а он так ходит и отгоняет и отгоняет короче говоря место отдыха в результате такой ревностной охраны это вот другая крайность другая крайность кто так вообще тут шулупонь всякая орет материться кричит пьет курь курит колется бренчит орет эти какие-то матерные песни всем наплевать девчонки значит около фонтана бегают тут тут все это это страшное нарушение категорически запрещается лучше бы господа горкомхозники я не знаю как вас назвать лучше бы вот с таким рвением бы следили чтобы у вас народ бы в общественных местах просто не матерился не мусорил и в общем то не 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 приставал к нормальным людям а то ведь и такое тут мы знаем да когда все эти маргинальные личности бичи и так далее просто пристают к девчонкам вот такие вот пироги на площади чего там я так точно и не выяснил ну ладно мой путь лежит вот сюда до нормальная однако у нас сегодня вот такая вот дизайн такой вот вот такой дизайн а меня ждут в диагностическом центре чтоб сказать очередной диагноз по поводу моих очередных здоровья скажем я не буду говорить не здоровья скажу здоровья вон он выглядывает зелененький вот 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 вот